Всем огромный-преогромный привет! Спасибо, что заглянули на мой канал и, как всегда, огромная благодарность за то, что смотрите меня, комментируете, ставите лайки и также подписываетесь. В общем, мои хорошие, я сегодня что-то решила вспомнить канал Дневник Бомжа. Давно не заходила туда, давно не смотрела Ванькины серии. Ну, как бы хоть у Вани, знаете, не очень такая прям стопроцентная благотворительная тематика, но всё же. И, знаете, вот посмотрела видео, где Ваня привёз продукты и Лянки и предлагал работу и следующие, самые свежие. И вот честно, сейчас мне прям хотелось уже и похвалить Ваню. Ну, что, видимо, вот страйк как-то повлиял, и он решил всё-таки, чтобы появились в конце концов положительные комментарии, и уже прекратился весь негатив в его именно сторону. Ну, в общем, и знаете, прям вот как-то и приятно было и видео посмотреть, и не было столько матов, и Лянка трезвая, и Ваня приехал с таким большим пакетом продуктов, привёз хинкалии. Ну, конечно, да, хинкалии можно было бы и не везти, потому что с таким трудом им пришлось их готовить. Вот кастрюльку такую классную вот привёз, и честно, вот прям порадовалась за него, не цеплялся, ерунду всякую не выспрашивал. И интересно было вот посмотреть на Ляну, и предложение сделал им, что есть работа, где якобы надо помогать по хозяйству, и питание там, по-моему, бесплатно, и проживание. И вот честно, вот, ну не знаю, поедет туда Лянка или не поедет. Женя, вот, как бы он вроде бы и не против, вот, то, что вот он говорил, что вот прям можно и завтра чуть ли не поехать. Но не знаю, почему Ляна не торопится. Вот, надо постираться, что туда ехать таким чумазым. Ну, блин, можно поехать и чумазым просто посмотреть. Но почему-то мне кажется, что Ляна почему-то не хочет туда ехать. Ну, наверное, просто вот не хочет она расставаться с алкоголем. А ведь так приятно на её трезвую смотреть. Меньше матов, и рассуждает она хорошо, и интересно послушать её. Но не знаю, вот, по какой причине она вот это вот тянет. И понимаете, вот, как бы, да, до воскресенья времени достаточно много, и не получилось бы так, что Ляна опять присядет на пробку, или, как называют, наступит на пробку. И получится так, что Ваньке придётся ждать, когда она протрезвеет, ну, или там найдут других работников. Но вот всё-таки, когда не пьёт, вот она нормальный человек, добрый такой, открытый, и покормить готова любого. Но она, в принципе, когда ей немного ещё выпившая, она тоже неплохая женщина. Но когда она пьётся дура-дурой, ну, мне кажется, любой человек так. И, в общем-то, да, Ваня на самом деле молодец. Привёз, правда, много еды, не прилипал со всякой ерундой, с расспросами. И, получается, потом он на следующий день снова приехал, снова привёз покушать, сигареты привёз, а не махорочку какую-то, как у нас любят доброделы. А потом, Инна, ты кашляешь? Да, конечно, будет кашлять. А как же, когда фиг поймёшь, что она там курит? Я, конечно, тут не советую всем закурить, но просто делаю как бы вот сравнение. И на второй день он приехал, привёз, повторюсь, покушать, курочку привёз, сахар, чай. В общем, приятно снова было посмотреть на Лянку Трезвую. Ну, хотя она такая немножечко странноватая была, ну, наверное, что сонная, он её разбудил, и она там, опять же, не спала. И сидели, вот вспоминали, она вспоминала, как она работала. Вот представьте, всё-таки же работала. И достаточно большой промежуток времени она работала. У цыган или у кого она там работала, и не пила же, слушайте, и по праздникам она не пила, и готовила, и деток там кормила. И вот рассказывает, как она им готовила нормальную еду, потому что питались дети там лишь бы как, и она кондитер по образованию, как она пирожки пекла. Ну, в общем, на самом деле, вот приятно даже её послушать. Ну, и видно, что она сама по себе вот чистоплотный человек, потому что говорит, что вот, помылись по очереди, вот трезвые, и вот и постираться надо, чтобы чистые были, опрятные были. Ну, как бы как трезвый человек человеком. Ну, и Ваня молодец, ну, как бы уже меньше снимает всякого неадеквата, и меньше снимает её пьяной. Ну, я надеюсь, что и в будущем так и будет. И да, она наконец призналась, что где-то посеяла свой телефон. Ваня у неё спросила, она молчала-молчала, и вот как-то это призналась, что вот пошла где-то, говорит, в туалет, и где-то или выпал, или сама положила. Короче, была, видать, в угаре, и поэтому так случилось. И ещё интересный момент, знаете, да, когда Ваня говорил, что вот, если снимать квартиру, тут зима на носу, то это надо оплачивать эту квартиру. Кто оплачивать будет? Вы не работаете. И тут спросила Лянка, а где домик бабушки с 15-ю кошками? Ну, не с 15-ю там она сказала, а с котятами, с котиками. Ну, и Ванька говорит, что ой, там всё снесли там, и нету, и как бы там купили бабушке бытовку. Ну, не знаю насчёт снесли. Сто процентов никто ничего не сносил, потому что в баню ещё не так давно заглядывали, и у бабы Гали же стоит там сундук, холодильник, комод. Значит, точно ещё ничего не снесли. Лянка, видно, говорила про баню, хотела туда пойти в баню жить, к бабе Гале. Но баба Галя баню свою никому не отдаст. Она ж часто грозится, что пойду в баню. Ну, сейчас, наверное, она будет грозиться, пойду в вагончик, пойду в будку, пойду в скворечник. Ну, в общем, я называю это по-разному. Но никак не дом. Ну и что, да, ещё раз хочется Ваню похвалить, что молодец, исправляется. Хотя сейчас скажет кто-нибудь, о, кто ты такая, чтоб тут хвалить? Да никто. Обычный зритель. Почему я не могу похвалить Ваню или поругать Ваню? Что здесь такого? Ничего здесь такого. Пусть и дальше в том же духе продолжает. По крайней мере, просто вот приятнее смотреть. Стало всё это. И жду ваших комментариев. Если смотрите Ванятку, напишите. Также не забывайте ставить лайк. Не пожалейте его для меня. И кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем, как всегда, хорошего настроения, добра, позитива, улыбок. Ну и главное, главное здоровье, мои хорошие. Берегите себя и своих близких. Виртуальные обнимашки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok